добрый день дорогие подписчики и зрители канала отшумели опять же уборочные работы вчера 30 августа в майке но уже про прохладнее было позавчера жарище сегодня уже все в кофте и в одежде уйма уже вырос скоро место мотоблока буду запрягать еще будет расти обещал что будет расти вот видео это посвящено очистки мотоблока с помощью воздуха после работ после каждой ежедневной работы на поле на огороде у меня очень пыльно и мотоблок начала работать неадекватно плохая реакция на газ тяжело набирает обороты ну какая-то не у короче не неадекватная реакция на работу не понятно что забивается фильтр воздушный его надо чистить либо менять менять не вижу смысла прямо спешки какой-то это почистить стоит чем чистить мойкой высокого давления не совсем подходящая для этой работы средства а вот почистить продуть воздухом для этого крайне подходит компрессор и вообще вот эту покупку совершал года три назад его приобрел или два или три я точно не помню покупал только лишь потому что было цена очень красивая на него если кто помнит в уме была акция ома это я не знаю если он россии в белоруссии вот ома это строительная сеть строительных магазинов была акция там фишки собирали и 25 процентов скидки они давали очень нет компрессор обошелся по тем временам может быть какие но меньше 700 рублей около 20 тысяч россии вещь как бы думал надо не надо покупал так с сомнением ну ладно куплю просто как бы были деньги не хотелось просто так их просрать но мы куплю приобрела оказалось то вещь вообще крайне необходимая для жизни для стройки вот я когда пили напиливал бетон белый как в муке слой 5 миллиметров чуть ли не нам не был первичная очистка компрессор вообще шикарная вещь вот именно снять 90 95 90 95 процентов загрязнений себя можно с помощью компрессора ну просто обалденная штука для очистки в первую очередь использовался мне для очистки во вторую очередь там подкачать колеса накачать детям матрас надувной продукт систему вот я на зиму уезжаю проду у меня центральное водоснабжение но зимой то все это по замерзает вот на зиму продую раньше с помощью легких продувался ну так это тренинг тренировка легкий сейчас помощью компрессора значительно лучше чище все вы дует смотри долго отзывы смотрел брал компри именно ременной так как у него ресурс там говорят в три раза дольше чем у коаксиальных которые с прямым приводом и все в общем-то ресивер на ресивер я внимание особо не обращал который был комплекте тот и здесь на 100 литров ресивер двигатель 2 и 2 киловатт по нему особо тут показывает а нечего два подключения оба с регулировкой давление насколько я помню кнопка включения вверх включил вниз выключил клапан для сброса давления присутствует до 4 килогрампа он сбрасывает двухпоршневой ременной крайне большая проблема это пластиковые фильтра это поистине большая проблема он у меня уже и ломался чуть с ним только не происходит заказал фильтра с китая китаец обманул не прислал ничего то есть главное что один вот этот внешне у меня постоянно ломается в том числе и сейчас сейчас его подклею но вообще если не запылин эту в крайнем случае можно дам тряпочку и накидываю но надо конечно купить это уж если совсем по-хорошему сколько раз я уже клеилась она ломается 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 но это про фильтра вот фильтра это самое что здесь есть плохое к коротковат шнур конечно безусловно коротковат но это пол будет металлические фильтра сюда нужны сечение 20 миллиметров насколько я помню внутренние были бы очень хороши здесь надо в очередной раз сейчас заклеить от компа фильтр надо узнать от чего вроде то может быть еще чего то не могут подходить все супер клеем подклеил пускай клея пока что сохнет опять же все это ненадолго так по поводу поломки я на картошке там говори при барановании я умудрился врезаться в березину не сломал крепление сломал я креплением этого фильтра мотоблочного это по поводу поломки ну а потом по поводу очистки сейчас она подклеится я тогда покажу как он чистит вот отломалась у меня так отломалась нижняя крышка она крепится на двух саморезах в одном просто вырвала а это же отломала вот в нижняя часть сломана у меня насколько это критично могу ли я тут вот это я точно уже ничего не могу с этим сделать здесь тоже вроде целенькая ну тут возможно тут возможно а нет тут но и на если так она на болты попытаться но опять же тут керметично вроде все было ну бог с ним это еще пока что держится но вот второе заподлицо отломано но там наверно можно чуть длиннее саморез использовать да неприятно но что сделаешь как есть здесь вроде все целое но так вообще к замене получается нижняя часть корпуса вот именно эта часть она отдельно продается это я даже не знаю так ладненько насчет очистки супер клей секунда который клеит бы и засыхает очень долго сейчас 10 минут подожду потом начну не знаю как насколько там видно солнце немножко видно ли на камере но очень загрязненные места включая и сам фильтр вот фильтр шланг естественно продается отдельно в компре в комплекте он не идет с компрессором шланг я покупал если я не ошибаюсь это 12 на 10 12 внешние 10 внутренние чтобы побольше воздуха проходила пистолет этот какой-то у меня дефектный попался немножко пропускает воздух надо разбирать там может смазать в дешкой внутри ну в остальном очистка в первую очередь я считаю нужно все-таки воздухом чистить вода она не очистит настолько качественно как воздух первичная очистка это воздух под давлением вторичная уже можно и помыть если пыльная работа это только воздух вода вода вообще тут толку толку не даст ну так вот вот первичная очистка сделано работа мотоблока становится значительно лучше после продувки фильтр да и вообще после очистки мотоблока пускай а сама очистка мотоблока не влияет на его работу но фильтр продукт необходима что делать с этим добром да бог его знает что-то делать надо вопрос только что наверное попробую я просто пока что на данный момент что было герметично засверлиться чуть-чуть и тем самым закрепить сначала как растянулась и так резинкой растянулась кто знает как груди не отсюда это не улавливал этот смысл почему резинка так он столкнулась шерна из ткани шли сделано до этого внимания не обращал почему такая резинка растянута потому что нам нахлест было уплотнительная силиконовый резинка наш не могла растянуть как будто она вообще изначально не отсюда не сюда оставилась не совсем понятно данный прикол ну тем не менее на глубокое даже засверливаться не надо шахты значительно глубже чем чем длина самореза я думал мне надо просверлиться глубже а там просто грязь было и засверливаться не надо ну тогда остается просто вкрутить в таком случае ставим назад нашу поврежденную запчасть что надо заказать конечно будет посмотреть сколько нового этом стоит и заказать посредник этот уже нам это тоже часть бесполезно ее нет смысла ставить она уже просто так для картинки так куда я делал отвертку кого такое бывает что блин взял отвертку положил куда-то отвертку и найти не может не можешь где-то слышал выражение чего только на завод устроился там старики между собой это черт украл говорит короче мне только что черт украл отвертку нашел за свиньи черт украл а сам потерю так вот такой попробую длины ну вот ремонт закончен два самореза с при шайбой один на грани где-то на грани пробития там пальчиком чуть-чуть чувствую головочку еле-еле там вылезла 2 длинные но здесь очень длинная шахты он даже не даже не приблизился к пробитию корпуса это уже настроение повысилась у меня а то я что-то расстроился поначалу ну все можно сделать если это не глобально в остальном все решаемо с очисткой я закончил устанавливаем обратно все наше добро главное второй раз не врезаться в березу то придется все таки корпус покупать наверно из-за пресс-шайбы из-за одной как-то площадка хотя нет не совсем понимаю почему меня верхняя коробка стала криво деваться и же нету ни лево ни право все универсально нечего сделать поменять местами переставить площадку хотя это как это может отражаться они же абсолютно одинаковые стоит все ровно наверное дело скорее не площадке мне кажется корпус фильтра почему-то может быть от удара он слегка деформировался я фильтр поставил другой стороной все нормально стала площадка здесь ни причем все становится ровненько все отлично а до этого криво стояла просто алюминиевая по снизу алюминиевая подошва почему-то она немножко деформировалась это на вид там ничего не разорвало и ничего не выскочила просто небольшие геометрические изменения мотоблок слегка очищен процентов на 50 60 70 остается так и легкие загрязнения которые уже можно тряпочкой протереть ремонт успешен все плотненько все стало красиво лучше чем был нежелательно признаться мотоблоком никуда все-таки это не бульдозер хоть и был у меня ролик бульдозер ну туда ответ сначала надо сделать отвал спереди передний тогда можно же бульдозировать компрессор советую всем весь шикарная сомневаетесь покупать не покупать покупайте если прямо вообще уже не надо вам ну тогда да очистка в первую очередь очистка вообще шикарно все это выдать всю силе всю пыль можно все что угодно у меня он на получается 5 процентов накачка матрасов колес машины то есть манометра тоже купил все очень удобно все тачки колеса подкачать мотоблоку колеса подкачать все идеально все подходит накачка все уже не надо маслати насосом 90 процентов очистка очистка велосипедов звездочек велосипедов все не водой чистишь а все воздухом сжатым то есть любая очистка подходит просто прекрасно после работы вот я полные ноги не ноги а полные ботинки земли продуешь только пыль летит все выдается все чист очистка техники очистка очистка салона машины в первую очередь у меня он как очистка используют почему двухпоршневой потому что кпд выше почему ременной потому что ресурс выше как пишут в три раза больше чем у коаксиальных можно было слабее можно без разницы берите и слабее то есть он просто может быть чуть дольше будет накачивать меняется сразу фильтра фильтра говно очень нежные пластиковые лучше купить металлические ресивер опять же мне это не было 100 литров не 100 литров вообще все равно главное чтобы компрессор был 8 бар он выдает фирма эланд эланд это я так понимаю это от омы какая-то компания не знаю ну китаец да все нормально корпус чугунный масло меняется вот замена масла кстати можно поменять сейчас масло уже пришло время на зиму лью на зиму лью моторное масло если он не нужен но принципе не нужен а так вообще но на лето компрессорная и моторная смазывает какая разница большой не вижу в этом беды какое-то масло налито главное что он там было но в общем то все компрессор всем советую любой компрессор не эланд не эланд может а фирменный какие-то там не за как 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 с бензокосами может там штиль есть компрессора берите компрессора стиль ну без разницы вот классная вещь берите я не думал что он нет настолько пана понадобятся а как купил и он мне вообще первое лето купил поставил такой думаю блин и денег жалко потраченных надо не надо он мне а по итогу как одно за одно как пошло 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 настолько на одежду очистить продуть пыль выдать перед стиркой вообще шикарно чем компрессор вещь в быту на даче в доме в частном крайне нужная пускай в стоит все уже не руками работать масло здесь заливается по моему 0 5 литра сейчас мы кстати заменим это масло и на этом будет все уже ты очистка электроинструмента вот все забыл добавить вообще шикарно шлифку почистить от пыли после нарезания у блоков после нарезания бетона все что угодно да конечно дорогого стоит чтобы твой инструмент был чистый и служил себе максимально долго они чуть-чуть все откинули и масло потекло компрессор уже рабочий был ну конечно не сильно он тут нагрелся но тем не менее не холодное масло и потому достаточно хорошо вытекет я в инструкции этого не видел но здесь есть в глазки красная точка я так понимаю что когда красной точки не видно тогда значит уже пришла пора замена масла но это мое предположение инструкции этого не помню так масло маноловская для компрессоров и со 100 и отсутствие лейки она че-то придумывать колхозе так-так-так-так-так-так на удивление подошла прекрасно лейка от мотоблока которую заливать в трансмиссию замена масла о идеально становится было бы отверстие чуть чуть меньше и все бы уже никак масло здесь пол-литра заливается но с этим компрессорным маслом я не рекомендую бы заводить его включать его зимой без прогрева предварительного с целиком компрессора всего потому что очень вязкая какие на зиму моторные заливал тогда другое дело интересная залил 0 5 литра и меня глазок не полностью погрузился заполнился маслом заполнился только на три четвертых чем проконсультировался я по поводу масло оказывается я думал он должен быть полностью утонувший оказывается по чуть выше красной точки ну пол литра как раз получается красные точки идут на красная точка по полностью ушла просто и все так что все отлично масло именно столько сколько нужно налилась так-так-так-так где резиночку пробочку ну в общем по ресиверу все масло заменили меняем по чуть выше половины красная . контрольная прячется полностью в масле. 100 литров, 8 бар, 2 быстросъема. Шланг, насколько я помню, 10 на 12 идет он. В общем, отверстие в шланге должно быть не меньше 10 миллиметров, потому что на все идут потери. На клапана потери, на шланг потери, и потом отрегулирую давление. Покраска с компрессора. Шикарная вещь. Купил краскопульт, все вокруг подкрашиваю, если что надо, градук покрасить, там ворота футбольные покрасил, все с компрессора. Очистка электроинструмента просто шедеврально, все выдается, каждая пылинка, ничего не остается, чтобы уменьшить износ. В общем, все. Мотоблок отремонтировал, очистил, масло заменил. Чего еще больше?